Здравствуйте, Майкл говорит. Андрей Валерьевич Картополов, председатель Комитета по обороне Государевской Думы, не исключил нанесение упреждающих ударов со стороны России по объектам НАТО, если они не прислушаются к Владимиру Владимировичу, который четко сказал о красных линиях, не размещать пусковые установки, ударные системы в европейских странах, в Польше и Прибалтике, и не принимать Украину в НАТО. Если западные партнеры ослушаются Владимира Владимировича, то Картополов сказал, что Россия ответит, усилит западные и южные военные округа, оснастит их самым современными видами оружия, может даже разместит части вооруженных сил РФ в Беларуси. Ну и наиболее жесткая мера со стороны России – тот самый упреждающий удар. Андрей Валерьевич Картополов ранее работал заместителем министра обороны РФ, ходил в погонах генерал-полковника, командовал группировкой в Сирии, на досуге рассказывал сказки, как украинский Су-25 может быть причастен к гибели малазийского Боинга. Ну и, конечно, Андрей Валерьевич – большой любитель Сталина. А с 2021 года Картополов – депутат Государевской Думы и председатель комитета по обороне. Народный избранник, то есть. И у меня другое предложение к народному избраннику. Вступление Украины в НАТО – это дело 16-е, а у россиянов обыкновенных есть заботы поважней. Не хочет ли Андрей Валерьевич с другими народными избранниками нанести массированный удар по другим объектам, ценникам в продовольственных магазинах? Потому что возникает стойкое убеждение, что натовские диверсанты проникли на территорию России и разместили недружественные ценники на полках с гречкой, маслом, картохой, яйцами, окорочками, консервами и прочей снедью. Ведь ничем иным нельзя же объяснить повышение цен с начала года на 20-40, а иногда 80%. Только диверсанты. И такое ощущение, что это не Украина вступает в НАТО, в Западный Альянс, а Россия уже туда вступила частично с точки зрения тарифов на жизнь. Каким образом пусковые установки в Польше и странах Балтики могут напугать россияна обыкновенного, если у него от кассового чека прединфарктное состояние в родной пятерочке или магните? И мысль, а нахрена так жить? Пусть Андрей Картополов и его коллеги поразмышляют об этом. Шучу, не будут они об этом размышлять, потому что это сложно и маловысокодуховно. А вот так бесконечно квакать всем государевским дурманариям мы по вам шандарахнем. Куда проще и духовнее. Субтитры создавал DimaTorzok